Доброе утро всем, давайте сравниваем звук, поставьте пожалуйста плюсики, как видно, как слышно, потише, погромче. Так, мы начинаем, рада вас приветствовать, приветствую прежде всего Новичков, кто у нас присоединился буквально на этой неделе, и приветствую вас всех, у меня прекрасное настроение, и того желаю вам, и сегодня мы поговорим именно о правилах успеха, я немножко затрону свою историю, то есть чем я сталкивалась, когда начинала бизнес, то есть что мне помогло, то есть какие принципы я для себя взяла, какие основы базы я стала применять для того, чтобы у меня начал бизнес развиваться гораздо быстрее и гораздо проще. Настолько я понимаю, здесь собрались люди, которые сделали своего рода заявку на успех, то есть чем-то вы не согласны в своей жизни, что-то вас не устраивает, кого-то, я знаю, движет больше и больше денег, кому-то хочется личностно развиваться, то есть вы в любом случае чем-то не удовлетворены. И вопрос к вам, как вы считаете, если вы, придя в бизнес, будете думать так же, как раньше, делать то, что вы делали раньше, возможно ли что-то поменять в своей жизни или нет? Вы пришли из какой-то сферы, конечно же нет, то есть чтобы получить другой результат, отличный от того, что у вас было в прошлом, конечно, необходимо принять другие правила. На самом деле успех это очень просто, как вам выйти на серьезные доходы, как вам изменится свой стиль жизни, все очень просто, вы просто берете человека, который уже достиг определенных результатов, и вы начинаете копировать, повторяя все его действия, о чем он думает, что он делает, во сколько он встает, как он реагирует на ситуацию, то есть какие у него убеждения, какие у него принципы, какие у него ценности. И вот чем четче в деталях вы скопируете действия человека, тем быстрее придет к вам ваш новый результат, и быстрее придет ваш успех. И немножко затронула свою историю, когда я в свое время работала по найму, бухгалтером и экономистом, и я пришла в бизнес. То есть какую ошибку я сделала в свое время? Меня научили работать. Мышление наемного работника, она звучит так. День прошел, ну ладно, в любом случае, что-то делал ты, что-то на работе не делал, ты знаешь, ты получишь свой оклад. И придя в бизнес, я просто начала пахаться с папой королей. Я делала несместное количество этих звонков каждый день. Я проводила очень много встреч, вы знаете, у меня никто из них встречался. Я была на всех событиях, но никто у меня не включался. И такая вот работа, у тебя, она продолжалась почти полгода. Представляете, я услышала на одном из событий такую фразу. Если ты хочешь стать успешным, надо заниматься одним делом на 100%. И, естественно, после очередного события, вот это два события прошло, то есть я услышала вот эту фразу, и у меня зрело мысли, надо увольняться с работы. Мне было очень страшно, конечно, 13 лет на одном месте, и доход был довольно-таки приличный по своим временам, даже по днимишним временам этот доход, он был бы очень хорошим для многих людей. Но я принимаю решение, я ухожу на 100% бизнес, и, конечно, когда ты делаешь такой хороший запрос в заявку, жизнь, наверное, начинает подбрасывать различные какие-то ситуации. Ну, с чем наверняка вы, вы можете, кстати, писать там, ставить плитики, то есть с подобными вещами сталкиваться, столкнулся. Во-первых, я столкнулась с непониманием близких людей, никто не понял, как это так, я уволилась, чем это я таким занялась, тем более, что это дело, которым я занялась, оно мне не приносило вообще дать. доход, то есть был один энтузиазм, масса действий, но результата не было, то есть первое непонимание. Кто-то наверняка сейчас сталкивается, там, я знаю, есть кредиты, банки, там кредиторы тебя достают, и вот это, конечно, отнимало очень много энергии и очень много сил. И некоторые вещи вот затронуты, то есть вам сейчас показали такую простую нашу четырехшаговую систему. в то время мы так не работаем. Вот эта система, она сейчас очень и очень простая, и когда вы ее поймете и начнете по этим шагам идти, вы увидите, как быстро у вас начнет меняться результат. И что я делала? Мне дали текст приглашения, ну, наверное, как многие звать, я рассуждала как. Я составила список, и я думаю, так, ну, вот этого человека я знаю вот с этой стороны, с ним я поговорю вот так, а вот этого человека я знаю с другой стороны, с ним я поговорю вот так. А вы знаете, я довольно-таки быстро остановилась, там приглашение, там мы проводили личную встречу, там в конце была такая фраза, мне текст давно ставлюсь, и была фраза «Вы точно подойдете?», потому что я на это время могу назначить другого человека. И я боялась ее сказать, мне казалось, что вот эта фраза, она в тексте не нужна. И если я так скажу, то я человека одежу, там, где-то в один, и вы знаете, до тех пор, пока я не стала делать строго все по тексту, но никто не приходил. Пока я не звонила эту фразу, мне все говорили, да, ну точно, подойдем, все, но никто не приходил. И однажды пришла девушка, к которой я уже позвонила, строго по тексту, и когда я ей сказала, ну, вы точно подойдете, в это время, потому что я могу назначить другого человека, она когда пришла, она сказала, «Ты знаешь, вот эта фраза в конце, она меня так заделывает, и я думаю, как это, кто-то другой узнает, а я не знаю». Почему я это все говорю? Вот сейчас, ну, то, что я увидела, я ездила по регионам, и что я увидела? Очень многие люди, они делают вот эту глупость. То есть они считают, что раз я этого человека лучше знаю, я ему расскажу все по телефону, начинают рассказывать про криптовалюту. Вообще представляете, да, человек, который никогда не слышал о криптовалюте, и ты ему начинаешь говорить, какие-то иностранные слова. Как вы считаете, что у него там вновь происходить вообще в голове после этого? Ну, вот здесь вот сбой, да, сбой, о чем она говорит? Какая, какие центровые деньги, какая криптовалюта? Ребят, если вы хотите, да, будет в программе, он вообще не понимает, или у него даже не возникнет никогда желание смотреть эту информацию, потому что у него это что-то такое заоблачное. Если вы хотите быстрый результат, вот дали вам те, вы знаете, любую тексту приглашения, это как молитва. Здесь же наверняка, ну, здесь у нас есть разные, люди, есть там христиане, есть не понимание, но есть молитва, да? Вы вообще видели хотя бы рану жизни, чтобы человек пришел в молитву церковь, например, отче наш, он начинал с словами как не стали, никакой видели, нет, потому что каждое слово, оно несет определенную энергию. Как вам быстрее сделать так, чтобы люди начали реагировать, чтобы люди стали быстрее включаться в ваш бизнес, смотреть информацию, берите текст дословно. Когда я начала, когда я начала применять этот текст дословно, мне начали приходить люди, но, как я сказала, я работала, я работала, делала много действий, мне казалось, что чем больше я чьи мне это сделаю, тем больше у меня будет призываться. У кого из вас сейчас есть такое убеждение, чем больше я сейчас буду пахать, тем больше, или там, я хочу большую команду, есть такие мысли у кого-нибудь, большую команду, я хочу много денег, вот такие праздники еще, смысл в том, что большая команда, это не сколько, это не цифра, смысл в том, что много денег, это не сколько, это ноль, это нету конкретной цифры. Чему я это все говорю? Сейчас напишите, какая у вас есть цель на ближайшие, скажем, месяцы, сейчас месяц до событий, что конкретно вы хотите сделать? Подавали себе такой вопрос? Что вы хотите сделать? Я слышала тему целей на каждом событии. Послушаю, я думаю, да, интересно, я хочу это, но чем отличаются мои действия тогда и чем отличаются мои действия сегодня? Чтобы получить другой результат, необходимо делать действия целенаправленно. В очередной раз, через полгода я приехала с событием и думаю, дай-ка я пропишу цели, мне до этого наставлено. Говорю, как, мне не стало цели, я говорю, мне некогда, я звоню, я провожу встречу, некогда мне заниматься этой ерундой, какие-то цели, что-то там писать. И вы знаете, что произошло? Когда я просто взяла тетрадку и думаю, дай-ка я все-таки напишу. Вот здесь, как будто кто-то волшебной палочкой махнул и мне привез группа. Буквально в неделю, то есть я была одна, 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 и даю раз, сразу 15 человек, активных, действующих, они включают людей, они проводят встречи целый день. Все поменялось кардинально. Если вы хотите другой результат, поставьте конкретную цель. посмотрите, вот, скажем, на ту ошибку, которую я сделала. И знаете, вот умные люди, они учатся на чужих ошибках. Это гораздо быстрее. И когда я поставила вот эту конкретную цель, я написала, что я хочу, вот здесь все стало меняться. Во-первых, стали люди как-то сами меня находить. Я проводила эксперимент. Я прописала все время, что я хочу поехать в Испанию, я хочу, чтобы был автомобиль, я хочу путешествовать 3-4 раза в год. Вы знаете, проводила эксперимент на события. На события у меня было 8 моих первых людей, и, естественно, были их группы. И я сказала, вот, пожалуйста, станьте те люди, у которых есть цель поездка в Испанию. Как вы думаете, среди моих первых людей нашлись такие люди? Нашлись, их было 4. Тогда я спросила, у кого есть цель, автомобиль вето. Вы знаете, такие люди тоже нашлись, их было 3. Почему я все это говорю? К вам будут притягиваться люди относительно ваших целей. Если сегодня ты никого не магнитишь, или магнитишь каких-то не таких людей, срочно забей свой мозг целями. Если сегодня ты испытываешь беспокойство, если ты нервничаешь, если ты переживаешь, это говорит просто лишь о том, что твой мозг занят проблемами, он не занят целями. То есть если есть страх, что ты останешься без денег, значит, у тебя нет цели. Все очень просто. Как только вы пропишете цель, важно найти именно свою цель, которая будет тебя воодушевлять, которая заставит тебя круглые сутки общаться с людьми. То есть если у вас сегодня есть страх говорить с людьми, значит, просто у тебя нет цели, который я до тобой двигалась. Чем стоит заниматься? Чем стоит заниматься цели? Потому что когда ты их пропишешь, целиная, она начинает все подстраиваться к тебе. Кто уже сталкивался с этим? Потому что многие, я знаю, здесь есть люди, у которых были в прошлых проектах очень большие сети. Почему они были? Потому что у вас была конкретная заявка, у вас была конкретная цель, и поэтому люди, они потягиваются к вам. Все, опять-таки, зависит от убеждений. Вот слышу такую вещь. Можете, кстати, поставить плюсик. Кто из вас считает, что у вас испорчен список, и тебе некому звонить? Напишите, пожалуйста. Мне некому звонить. У меня не такие люди, у меня не тот круг общения. Я испортила список, потому что однажды я вляпалась в какую-то не ту мероприятие, не ту организацию. Тогда ставьте плюсик. Я знаю, что таких очень много людей. Так вот, смотрите, все зависит от наших убеждений. Если ты думаешь, что у тебя испорчен список, и у тебя люди не будут реагировать, вообще реально, чтобы люди стали после этого реагировать, ты же думаешь, что они не будут. Но они не будут. Скажите мне. А сложно просто сейчас взять и положить себе в голову убеждение, что люди, они вам доверяют, что люди, они за вами идут, что ваш список знакомых, они думают о человеке, который постоянно ищет что-то новое, и он им делает. Вы можете начать так думать прямо сейчас. Вообще это реально для вас. Вы просто взяли и поменяли свои умы. Одну единственную умы. Я вам гарантирую, кто из вас сегодня откажется от этого дурацкого убеждения, это еще мягко сказано, завтра у вас будет другой результат. И вы посмотрите на себя с другой стороны. Кто-то себя там когнит или нет, на то, что я в свое время куда-то там гляпался. Но в том, что это был твой путь. И если бы не было этого пути, то возможно сегодня у тебя не было бы вот этого проекта. И очень многие люди, они делают один, два, три шага, и потом они отказываются от своей мечты. Они опять идут на работу. Но ты, ты-то другой. Ты сейчас здесь сидишь. Значит, ты не остановился. Значит, ты просто ищешь свой путь. Вы знаете, если вы наберете статистику в интернете самых успешных людей, богатых людей, 99% их каких-то действий, они были ошибочными. И только 1% это был именно тот, который привел их к успеху. Я вас поздравляю с тем, что вы отличаетесь от массы людей. Да, вы наделали каких-то там ошибок. Ничто, но ты не остановился, в отличие от других. Поэтому посмотрите на себя вот с этой стороны. И посмотрите на себя, как на человека, который все равно, несмотря на свои какие-то прочные ошибки, там, обнушенности, ты все равно идешь вперед. Следующий момент. Что мне очень помогло? Слышали такое слово доверие? Как вы считаете, возможно ли создать любой бизнес, если у тебя нет доверия к партнеру, с которым ты работаешь? Если ты сомневаешься, что в моем понимании доверия, как я начала действовать, я услышала, что чтобы преуспеть в этом бизнесе, мне приходило войти в тесный контакт и связь со своими наставниками. Я думала, знаете как, мне в свое время, я увозила была на 4-й день, он не был моим переменем наставником, и однажды на одном событии, он мне еще там, девчонки, он мне дал номер телефона и сказал, «Дедочки, в какой вопрос вы мне сразу звоните?» «Знаете, мы боялись, и мы звоним. Мы считали, раз у нас ничего не происходит, что звонит? Вот он нас поругает, вот такой вот всякий ответ вред, мы не звоним». И у нас некоторые понимают, что позвонить наставнику, когда людей кричит, «Стел, я такой, орел, я позвоню». Знаете, на самом деле, наставник нужен именно тот момент, когда у тебя все плохо. Потому что когда у тебя и как все хорошо, зачем тебе наставница, ты и как все хорошо идешь, когда он все развивается. И сила попросить помощи. То есть если ты видишь, что у тебя где-то какой-то там затык, что-то не двигается, берешь в этот момент и просто поднимаешь трубку телефона, ты звонишь с ним наставнику. Вот так стала делать я. И здесь важно, не использовать наставника, как помойное ведро, позвонил ты на него с ним, тебе наставник дал совет, а ты ничего не делаешь. Это никому не интересно. У меня была, и сейчас есть, один анти-тракт, даже сейчас, я с твоими наставниками 8 лет, и даже сейчас, когда он мне что-то говорит, я записываю до сих пор, что я вижу иногда на событиях люди сидят и говорят, а я это уже знаю, я это уже знаю, я это не буду писать. О, а вот это я не знаю, это я запишу. Но смысл в том, что если ты все знаешь, но у тебя сегодня нет денег, значит ты ничего не знаешь, либо ты с этим ничего не делаешь. Можно сказать, знаю, когда ты что-то сделал. И вот здесь вот, мне очень здорово помогло, ты превратился в хорошего ученика, забудьте вот этот твой былой опыт, представь, что ты только подписался сегодня, первый день, у тебя чистый список, не можешь ты это представить, ты только подписался, ты не знаешь, что такое это твой мазок. И как тебе все упростить, превращаешься в хорошего ученика, что это значит, ты звонишь наставнику, он дает тебе совет, и здесь просто, вот как я себя стала вести. Так, видели, да, Аладдин, джинга лазит, он там, делает только-только джинга, глушил и повинуюсь, да? Вот так стала делать я, потому что, когда мне наставник говорил, например, он мне однажды сказал, Катя, так, срочно, сегодня ты должна читать книжку, бойся на диск. Знаете, мне на тот момент, не было вообще, ну, очень сложная была финансовая ситуация, у меня не было денег, и тут мне еще будут купить книжку, она стоила за рублей 50. Но, так как я решила, что я хороший ученик, в этот же день я объездила в Тольятти, и в магазине, я нашла эту книжку, и уже в этот же день я ее читала. Почему? Потому что я хороший ученик, не наставник, да, такой конкретный старец. Когда вы сейчас себя начнете так вести, вернее, кто это вас начнет так вести, вы увидите, у вас очень быстро пойдет другой результат, потому что без доверия невозможно создать что-то глобальное. Поймите одну вещь, здесь вы создаете свою компанию, вы создаете свою команду, не подписывайте людей на ванкойн, подписывайте людей на себя. Когда наступил один момент, тоже был проект, я в него так слепо верила, это мой был самый первый проект, и через 4 года Наталья говорит, ребят, мы переходим в другой проект. Знаете, мне было очень страшно, как же так, я людей вызвала, я вызвала в эту компанию, а тут другая, как я им буду говорить, а что они обо мне подумают, а вдруг они решат, что я веду по проекту, и тут всякие грехи. Но я поняла такую вещь, что когда я в связке, я знаю, что мой Наталья, он всегда самый лучший для своей команды. Я ему доверяю. И когда наступил момент, один проект закончился, и буквально в прошлый год мы искали, мы искали, куда войти, где именно то, что сейчас тенденция, где именно то, что сейчас востребовано. и я не нервничаю. Знаете, почему я не нервничаю? Потому что я знала точно, что в этой команде с этими людьми однозначно я преуспею. То есть это мое убеждение. Это называется доверие. И сейчас вот часто кто-то говорит, вот легальность опять в очередной раз принимает этот вопрос. Еще что-то. Поймите одну вещь, не компания сделает вас успешными, нет. Вы и команда людей, с которыми вы работаете. Это я однажды поняла. И я точно знаю, что мой наставник он очень успешный человек. Он всегда по жизни был в деньгами, он всегда был успешным. И я знаю, вижу очень много людей, которые начали применять его советы, и эти люди сегодня, у них все хорошо, и с деньгами, у них все хорошо в семье. Это у них, вы знаете, есть такой круг изобилия. Пацаны к нам не все хорошо. Почему? Потому что они доверяли, и они делали. Поэтому присмотрите свои отношения к себе, присмотрите свои отношения к своему бизнесу, присмотрите свои отношения к своим наставникам. Станьте более открытыми, посмотрите на детей, что они делают. Не важно, что о них подумают, они просто говорят. У вас же есть дети, да? Если им что-то надо, он просто говорит, они говорят, это открыто, и им абсолютно не важно, что ты в этот момент подумаешь. Вот. Вот этот момент мне очень сильно помог. Еще одна деталь. Сейчас, вот то, что я говорю, это касается людей, которые действительно хотят преуспеть в жизни. Потому что эти правила, они распространяются на все сферы. Каким бизнесом в ней не занимались, это распространяется. Я услышала фразу, если хочешь стать успешным, важно быть на всех событиях. Слышали такую праздник, да? И вот здесь, как я себе упростила свою жизнь? Я приняла решение, что я буду на всех событиях, и не важно, где они будут проходить. Когда принимаешь такое правило для себя, здесь, во-первых, ты обличаешься себе жизнь, чем? Если кто-то сейчас скажет, да, я классно рассуждал, у нее сегодня есть деньги, она может тебе позволить смехать. Ребят, первый год я выезжала в стрессе. Каждый месяц было событие, я была на всех, но у меня был стресс перед каждым событием. Потому что у меня реально не было денег, чтобы поехать. И я находила спорты, там, забирала где-то автостопы, ездила где-то в один конец, сидячий в вагоне, там, это вообще, сейчас понимает, что только не было. И я слышала такую плаву, когда человек говорит, не все, не все люди, которые ездили на события, стали успешными, но все топ-лидеры, которые стали успешными, они были на всех событиях. Чем вы себе просите жить? Вот сейчас будет событие в Самаре. Я писала уже в чате, ребята, выкупайте билеты. Но кто-то выкупал из вас, а кто-то ждет до последнего. То есть думает, ехать, не ехать. Вот смотрите, все зависит от круга общения, с кем вы с людьми общаетесь. И если у тебя очень маленький доход, значит, основную массу времени ты общаешься с людьми, у которых очень маленький доход. Ты берешь их мысли за основу, и вот этими мыслями ты живешь. Самый простой способ поменять мысли и сделать свою видность быстро развивающейся. Это приехать туда, где собираются люди с хорошими деньгами, с хорошими доходами, с правильными мыслями переопылиться от них, заведиться от них. И еще один совет вам хочу дать. Поставьте себе задачу привозить на каждое событие больше людьми с тобой. Когда ты это можешь сделать? Если ты первый день, когда узнал, что есть событие, ты выкупил билет, то это уже точно ты будешь со своими людьми говорить о том, что ты делаешь. Согласны? Если ты не выкупил билет, и ты еще решаешь, поедешь или нет, ты же не будешь промонтировать события. И вот здесь, когда я увидела, что от событий в событие, когда я привожу больше людей, у меня начинает бизнес развиваться двумя с двумя с двумя с двумя. Событие это очень важная сталь бизнеса. Невозможно без события выйти на доходы, если там выкладить клан. 5, 10, 20, миллион, евро. Ребята, это только на все события. Без вариантов. Я вам точно говорю. В следующий момент. Шимаин учился на это время. Сейчас я скажу с некоторыми людьми. Они мне говорят, Катя, ты такая спокойная, тебе так хорошо, ты так спокойно на себя реагируешь на ситуацию. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с тем, что, может быть, сейчас так ли. Какие-то ситуации в вашей жизни, они повторяются под разным солнцем, но вот что-то подобное постоянно с тобой происходит. То, что тебе не нравится. Есть такое? Запишите. Кто с этим сталкивается? Что-то, например, тебя раздражают твои же партнеры, либо у тебя постоянно какой-то там конфликт воздается, или кто-то там тебя застает, то есть ты начинаешь нервничать и прочее. Все зависит от вашей реакции на ситуацию. Если у вас происходит одна и та же ситуация, которая говорит о том, что ты не нейтрально реагируешь, я научилась знаете, как реагируется, просто что-то происходит, я чувствую, из равновесия меня выводит. Мы же все живые люди, невозможно быть всегда прям в тонусе, да? Что я делаю? То есть, я понимаю, что у вас есть год из благодатных, и многие вещи, многие проблемы в моей жизни, они как-то решились без меня. Когда я просто, знаете, как делаю, так поднимаю руку, а-а-а, будь что будет, пусть оно само решается. Называется доверять Богу и верить в то, что все с тобой будет хорошо. Потому что, когда ты начинаешь им так поступать, у тебя все начинает ну, разруливаться. То есть, если ты не реагируешь на ситуацию, не раздражаешься, как твоим ангелам тебя научить подкидывать опять одни и те же ситуации, пока ты не поймешь за тех пор, что сколько ты раздражаешься, сколько у тебя эта ситуация будет повторяться. Выгодно ли вам раздражаться в этом случае? Может быть, стоит успокоиться? Мы с вами будем хорошо, и любой момент, который на сегодняшний день кажется тебе скажем, неразрешимым, нежным, противным и прочее. Это самое лучшее, что может быть с тобой сегодня. Это самое лучшее. Например, допустим, человек едет, да, и его останавливают в ГАИ, допустим, да, ты идешь на работу, тебя останавливают в ГАИ, и они начинают долго похваться, а ты торопишься, торопишься на работу. Первая реакция твоя, раздражение, да, вот, указаны такие, они меня тут остановили, я уже так опаздываю, меня встречает, и ты раздражаешься. Посмотри, а ведь может быть так, что вот они тебя сейчас здесь остановили, ты здесь задержался, но, если бы они тебя не остановили, возможно было бы допустя. То есть, очень много таких ситуаций, поэтому научитесь все принимать в то, что с вами, что вам дает жизнь. Вам дает все самое лучшее, и никогда еще не дается ночь, а больше то же, чем ты можешь вынести. И я знаю многие люди, напишите, какие у вас цели, на какой доход вы здесь намерены выйти. Я попрошу всех ответить, просто так, ничего лучше греть. Какие у вас запросы, в идеале, на какой доход ты хотел бы выйти с помощью компании OneCoin? Цифры. Пишем по-быстрее. 100 тысяч евро в месяц. Остальные? Тысяча чего? Или, Саша, ну, лимит описал. 100 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч чего? Тысячи евро в неделю, 200 тысяч евро. Так? Угу. Вот смотрите, берем пример. У вас, вы знаете, вообще людей очень успешно. У кого уже есть такие периодные доходы, знаете, только их вы делаете? Напишите, какими чертами характера эти люди обладают. успешно предъявляйте, какие иметь общие черты характера. Как они себя ведут? Спокойный, да. Спокойный. Еще раз. Уверенный, настойчивый, позитивный, однозначно позитивный, да. То есть, если ты видишь успешного человека, он не суетится, он не дергается. Он спокойный, он равновешенный, он позитивный в любой, причем, жизненной ситуации. Согласны с этим? То есть, как вам стать успешным? Берете вот эти черты характера. Если у вас сегодня этого пока нет, это очень классно. Если этого нет, по крайней мере, ты видишь, на каким полном тебе необходимо работать. Знаете, если бы меня знали 8 лет назад, я вообще телец по городу пол, и я очень была заводная с полобородок. Если мне что-то не нравилось, все, в 6 лет. Сейчас я даже не вообще представить не могу, чтобы я начала на кого-то кричать или повышать голос, так у меня даже не получится. Но я такой не была. Я просто стала работать над собой, я просто стала принимать ситуации такие-какие нервы. Я просто стала успокаивать. Есть разные методы. маятник. Можно, например, чувствуешь, что у тебя пошло раздражение. Вы же можете представить это пушущее море, и как бы раз, медленно начинает успокаивать, успокаивать, раз, успокоить. Можете это представить? Если пошло желание возбудиться и что-то такое сделать, становится это море. Или маятник, который скачается, и он устанавливает. И я вам могу сказать, когда 40 дней необходимо проделывать это упражнение над собой каждый день, вот одну только деталь. Берешь 40 дней, работаешь над принятием ситуации, такими-такими недели. Сразу скажу, с чем вы столкнулись? Жизнь будет подкидывать вам ситуацию, которая должна тебя раздражить, вывести из равновесия. Ваша задача в этот момент вспомнить этот тренинг и сказать, я принимаю эту ситуацию в воле и благодарность. И отпустить на волю Божьей. То есть он решает, как он это перестраивает. Гарантирую вам 100%, что это проделать в 40 дней, вы увидите просто колоссальное изменение в своей жизни. Это я вам точно говорю. Другой момент, за тебя никто это не сделает. Это только ты сам можешь с тобой проделать. И конечно, вот эти убеждения, о которых я говорила в самом начале убеждения, то есть что я слышу. Да, еще хочу затронуть такой момент. Например, у меня кончился список, люди мне не доверяют. Я уже людей звала куда-то, и теперь они за мной не хотят идти. То есть если у вас такие есть убеждения, прямо сейчас на листочек пишите. у меня белосмешный список, люди не доверяют, люди легко включаются в мой бизнес. Я однажды это слово легко на событии услышала легко. И мне так понравилось. Вот сейчас тебе просто скажите, у меня легко что происходит. Покажите себе сейчас, у меня легко включается, у меня легко расцвет доход, у меня легко растет моя команда, у меня вообще все в жизни идет легко. Покажите что вы чувствуете. Когда вы себе это сказали, напишите что вы чувствуете. Что это сделаете? Где тут сидит смешение? Слышно, это хорошо, а то не вижу ответов ваших. что вы чувствуете после того, как вы это сказали? Какие у вас ощущения? Пишем, пишем в чат. Давайте побыстрее, ребят. Помнишь, теряем время, пока вы думаете долго. Где вы там сидите медитируете? Один деталик меня отличит, да? Остальные наверное нет. Правда же легкость какая-то идет, Имею ввиду легкость. Помните, вот то, на что чему ты уделяешь излишнее внимание, то растет. Если сегодня думаешь о проблемах, они будут расти. Никогда не решишь ни одну проблему, если ты будешь о ней думать. Решить проблему можно, ну, я не любю, общийся, проблема, обычно, задача, которая стоит в жизни, ее решить можно очень легко. Просто перестать о ней думать, и что она у вас разрешится сама по себе. То есть сложится определенное обстоятельство, определенные люди, которые помогут вам это сделать. вот здесь есть люди, которые на ком кредиты большие в 10 лет, большие и небольшие, но они тебя набивают. Вы знаете, я такой же человек, как те, когда я начинала бизнес, я первый год наделала группу, набрала тоже определенную сумму денег, но когда я стала менять при реакции на ситуацию, вы знаете, два из них, они просто закрылись бедными. Я не знаю, как это произошло, там один банк закрылся, то есть еще что-то, но вот эта ситуация, она решилась просто бедными. Я такой же человек, как и вы, я просто стала работать над своими убеждениями, я просто перестала заниматься проблемами, и сегодня я не трачу время на эти вопросы, которые возникают, мутные. Когда стоит выбор, чем заняться, я знаю, что кто-то там выбивает, кого-то долбит, мне куча людей должны деньги, я с них буду выбивать. Знаешь, вот то, что тебе кто-то что-то должен, это результат своих прошлых действий, до тех пор, пока ты будешь заниматься своим прошлым, тебе не придет будущее, чтобы вам получить что-то другое, надо заниматься только своим настоящим будущим, все. если ты находишься в настоящем моменте, ты не будешь переживать. Смотри, сейчас вы сидите, вы слушаете тренинг, у вас есть какие-то проблемы, вот в данную секунду времени, если ты слушаешь тренинг, если ты его записываешь, в данную секунду времени, руки-ноги целы, голова на месте, все живы-здоровы, нету беспокойства ожидать, беспокойство возникает у человека, когда он либо думает о прошлом, либо он куда-то бежит в будущее, но он не живет в настоящем моменте. Начните жить здесь и сейчас, в данную секунду времени. Ты жив, ты здоров, у тебя все хорошо, будет еще лучше, и начните так относиться к жизни. не длится так, насколько быстро у вас изменится ваш результат. Сегодня мы говорили об основных правилах, и в завершении сейчас буду заканчивать, конечно, каждую тему можно раскладывать много, можно говорить очень долго, поймите 100 часов. Поймите одну вещь, все, что происходит в вашей жизни, это только ваша реакция на любую жизненную ситуацию. Все, что происходит, хочешь изменить ситуацию, умей свои реакции. Вот это все. Поставьте конкретные цели прямо сегодня, сбросьте цели своему наставнику, это первое вам задание, этот тренинг ничего не будет стоить, если вы не начнете применять то, о чем мы сегодня разговариваем. Не бы хотелось для тех людей, кто, естественно, будет это применять, не бы хотелось по прошествии времени проделать 40 дней, услышать ваши отданные свидетельства, как изменилась ваша жизнь, когда вы начали это выполнять. Как вам упростить все? Повесьте себе напоминалку, на компьютер, в машине, где-то, я знаю, не знаю, вверху вешать, напоминалку. Напишите напоминалку, чтобы держать себя в тонусе, потому что вы будете съезжать в любом случае, сможете куда-то убегать. Здесь, если у вас висит напоминалка, раз, очень быстро ты можешь хватить в нужное для тебя руку. И еще такой момент, сдайте до понедельника деньги на событие, кто еще не выкупил билеты. Ребята, у нас уже осталось 50 билетов, 20 уже выкуплено, и целый месяц впереди. Те, кто планирует, что у вас там будут люди, вы можете заранее даже для своих людей забронировать билеты, потому что больше этого количества билетов не будет, но события на нем будут в паре вауру. Первый день, а второй день это будет событие чисто для наших партнеров, командой Вадима, мы будем разбирать практические вещи по бизнесу. Я знаю, что если люди в других городах, у вас там тоже будут проходить события, допустим, в Питере, вам целесообразно использовать активно Санкт-Петербург и туда пригласить людей. Ребята, смотрите, куда вам ближе. Вы можете в Питер прияток, вы можете в Тамару, но я рекомендую, вот кому, если это не в твоем городе, например, есть ребята с Киевыми, я рекомендую все-таки прияток в Тамару, потому что у нас будет событие не один день, а два дня, и на практике вы уже получите очень многие вещи, но занимайте место прямо сейчас, потому что когда ты взял билет, ты будешь промоутируют события, ты будешь людям говорить, я еду туда, потому что там будут успешные люди, потому что там получишь практическое руководство, действие, и после этого твоя жизнь изменится однозначно. Событие это единственное такое, это то самое место, на котором меняются судьбы и жизни людей, поэтому привозите как можно больше людей с тобой, поставь себе цель, если сейчас ты один, для тебя реально стакова, ты можешь быть группой 15-20 человек, месяц, за месяц ты можешь очень легко это сделать, если просто поставишь конкретную цель и начнешь активно действовать. На этом сейчас я хочу закончить, благодарю вас за внимание, я вас люблю, приходите к активным действиям, потому что сейчас время деньги, и пока кто-то думает, позвоните этому другу или не позвоните, завтра ты этого друга увидишь параллельно из сети, потому что кто-то ему в этот момент позвонил, а люди сейчас ищут людей, которые покажут им, как изменится уровень качества жизни, кризис во всей стране, очень много людей сокращает, поэтому бизнес у нас не секретный, закончится обучение, садитесь на телефон, покажите людям эту возможность, они вам будут очень благодарны, значит, и напоминаю, что сегодня в 13 по Москве у нас идет командный вебинар, быть обязательно, посмотрите, кого из партнеров сегодня не было, не рассказывайте о чем говорилось сегодня, просто если хотите человеку помочь, позвоните мне, скажите, очень важные вещи сегодня говорили, и мне очень жаль, что тебя там не было, сделай так, чтобы в следующий раз ты был на всех применах, вот так вы человеку поможете, а если вы ему начнете что-то пересказывать, вы ему не поможете никогда, таким образом, переходите к действиям, успешного вам дня, сделайте сегодня себе больше денег, включите людей, в бизнес, что ваша команда она очень активна, и вы заразовывалась, ну все, всем до новых встреч, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok